МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания ТВ-21 продолжает работу в эфире. Вы смотрите новости в студии Марии Гусакова. Коротко о главных темах выпуска. Взрослое творчество. Руками педагогов были созданы различные тематические уголки, новые группы, все были покрашены. Как педагоги дошкольного образования готовят группы к возвращению малышей, и побываем в детских садах, обновленных этим летом. Без отрыва от производства. Подумали, что в пятницу в обеденное время мы пойдем, поравняем землю, уберем большие камни и посадим там траву. Сотрудники Кольской ГМК благоустраивают территорию промплощадки. Цирк в городе. Это не фестиваль, который москвичи привезли и сделали для манчегорцев. А здесь очень важно, что это фестиваль местных жителей. Театральные представления, кинопремьеры, встречи со звездами и мастер-классы. В городе Металургов отгремел фестиваль искусств «Табуретка». 23 года прошло со дня трагедии на подводном крейсере «Курск». По главной версии, на борту взорвалась торпеда, однако подробности и причины происшествия до сих пор неизвестны. Каждый год в этот день люди несут цветы к берегу Баренцева моря, к рубке Курска, установленной в Мурманске. Мы же отправились в Ведяево, поселок, где базировалась подлодка. Эти кадры со встречи родственников экипажа подлодки «Курск» с вице-премьером Ильей Клебановым позже стали частью многих фильмов о трагедии. Волю чувством дала мама старшего лейтенанта Сергея Тылика «Надежда». Спустя 23 года, в день гибели подлодки, в Ведяево приехала его сестра Екатерина. Сергея она помнит 25-летним парнем, у которого только началась жизнь. Пошла карьера и родилась дочка. Говорить о нем на камеру Екатерине трудно. Ее поддерживает учительница брата. Брат ее был необыкновенный человек. Вот бывают солнечные дети. Это был солнечный ребенок. Помнишь, как он терминал? Э-э-э-э! Как у него такой жест был красивый, да, помнишь? Он умел расставить приоритеты. Даже был такой случай, когда он влюбился. С девочкой я стала встречаться, это повлияло на его учебу. Расстался с девочкой. Понимаете, ранее учеба. Потому что нужна была учеба, да. Была мечта, была мечта быть подводником. Он в Курске трогался очень сильно. 10 августа 2000 года Курск вышел из губы западное лицо на учение. 11 августа в полдень экипаж успешно выполнил стрельбу и ушел на глубину. 12 августа гидроакустика Петра Великого зафиксировала звук, предположительно подводный взрыв. Время было 11.28. По официальной версии, на борту взорвалась торпеда, которая спровоцировала детонирование боезапаса. Все 118 членов экипажа подлодки погибли. Это очень больно и тяжело и на нашей семье, на моей семье сказалось. Мы как раз, по сути, только поженились с моей супругой. Я просто помню эти моменты до сих пор в деталях и в мелочах. Все эти дни, когда мы ждали чуда, ждали спасения и когда его не случилось. Каждый год весь поселок приходит почтить память моряков. Трагедия отзывается в сердце буквально у каждого. Моего мужа на смене, там тоже парень был, он так хотел устроиться на лодку, пойти служить. Это был его первый поход и вот он чем закончился. Беда большая, большая беда для всех. Возложение цветов к мемориалу и гранитным плитам с именами каждого погибшего подводника – традиция, которую соблюли и в этом году. В регионе благодаря губернаторской программе «Твой проект» будут реализованы 62 «Идеи северян». Они нацелены на ремонт домов, обустройство общественных территорий, создание спортивных и детских площадок. На реализацию выделено 100 миллионов рублей. Часть уже освоена. В Полярных Зорях установили памятник ветеранам боевых действий. В Африканде обустроили воинские захоронения. В Кавдорском округе обновили детские сады. Во многих муниципалитетах прошел ремонт в многоквартирных домах. В рамках этой же программы мурманские воспитатели смогли добавить красок дошкольным учреждениям города. Мы побывали в тех группах, где работы закончены и комиссия одобрила результат. Начинаем фактически с ворот. У нас здесь устроено новое асфальтно-бетонное покрытие, установлен новый бортовой камень, новое ограждение. Ремонтные работы в детском саду номер 73 закончены. Проверку комиссии от Комитета по образованию администрации Мурманска учреждение прошло. Здесь юных северян встретят сразу две новые детские площадки. Новый игровой комплекс детского сада номер 73 – это такой мини-городок. Здесь и пешеходные переходы, и светофоры, и специальные знаки. В общем, все, чтобы ребята с малых лет понимали, где и как правильно нужно переходить дорогу. Коллектив родит за свое учреждение, поэтому и подал заявку программу «На севере твой проект». Пока на территории работала подрядная организация, сотрудники детского сада на месте не сидели. Так из папье-маше появились инсталляции и клумбы с цветами. Внутри здания тоже навели красоту. В этом году выполнен полностью косметический ремонт в музыкальном зале. Замена линолеума была, светильников потолочных, была покраска стен. Выбрали такой нежно-пудровый оттенок, чтобы создать праздничное настроение в музыкальном зале, чтобы ребята с особым трепетом и восторгом встречали все праздники. Не отстает и Мурманский детский сад номер 157. Здесь также по региональной программе создали инклюзивное спортивно-игровое пространство. Ранее на этом месте лишь росла зелень. Сотрудники учреждения задумались о том, что необходимы перемены. И вот после отпусков ребята будут гулять на современной детской площадке, которая разделена на зоны для баскетбола, футбола, да и просто веселых игр. В детском саду у нас произошло очень много изменений. Руками педагогов были созданы различные тематические уголки новые. Новые группы все были покрашены и обновили, наверное, процентов на 50. Дидактический материал, игровую мебель поставили новую. Сегодня все учреждения, которые посетила комиссия комитета по образованию, ее успешно прошли. Основной опор этим летом во многих детских садах был именно на косметический ремонт, обновление инженерных сетей и укладку нового асфальта. На сегодняшний день в рамках арктической школы продолжаются работы в 125 детском саду, который находится в Первомайском районе. Там в рамках грантовой поддержки выполняется ремонт помещения. Соответственно, подрядчику осталось совсем немного. К сожалению, есть нюансы технического характера, но мы вместе с подрядчиком плотно работаем, чтобы к первому сентября у нас было готовое помещение. На достигнутом сотрудники дошкольных учреждений не собираются останавливаться. Они уже готовят проекты по обновлению кухонь, группы и спортивных залов. Мария Гусакова, Максим Кравченко, ТВ21+. Более 30 кубов плодородного грунта, 20 килограммов семян, лопаты, грабли и настроения. Это все понадобилось неравнодушным сотрудникам Кольской ГМК, чтобы заняться озеленением промышленной территории. Идею поддержали в Управлении экологической безопасности компании. На зеленый субботник вышли сотрудники аппарата управления генерального директора Кольской ГМК. Из окон их кабинетов хорошо видна площадка, которая находится за зданием главного управления. Резервуар для хранения промышленных отходов, на котором изображен северный лес, и огромная, как ее называют работники, клумба. С фасадной части, как могли заметить, у нас все хорошо с благоустройством. Обычно все про дворовую часть забывают. Мы вот решили заняться этим, исправить эту ситуацию и провести работу по благоустройству. Посмотрели по опыту, как у нас цветет трава, когда мы уезжаем на промплощадку. И наша инициативная группа из работников аппарата генерального директора. Просто мы все собрались и подумали, что в пятницу, в обеденное время, мы пойдем, поравняем землю, уберем большие камни и посадим там траву. Мероприятие по озеленению территории и восстановлению почв – это часть задач соответствующих стратегий Норникеля в области экологии и изменения климата. В то же время это еще и забота о работниках. Островки зелени на промплощадке вдохновляют, поднимают настроение. Благодаря природе мы живем, благодаря ей мы дышим. Это во-первых. Во-вторых, Кольская компания – это социально ориентированная компания. И те приоритеты, которые расставлены даже с точки зрения экологических вопросов, это на самом деле сейчас очень актуально. Все вышли по желанию. Здесь никто никого не заставлял. И я также случайно об этом узнал и не смог удержаться и присоединился. То есть здесь вот как-то так, в такой дружеской, теплой атмосфере все это рождалось и так оно и происходит. Коллектив уверен, семена взойдут. Спецтехника привезла добротную, хорошо удобренную почву, а день посадки был спланирован, опираясь на прогноз погоды. Накануне дождя, который завтра состоится, произведем посев. Семена специально используем не какие-то там особенные, там канадскую траву, а именно на розоустойчивую траву, которая применительна для наших регионов Северной. Результаты своих трудов, первые всходы сотрудники компании надеются увидеть уже в этом году. Юлия Барабан, Александр Николаев, ТВ21+, Манчегорск. Сегодня на оперативном совещании подвели итоги работы регионального комитета по молодежной политике. За первое полугодие 2023-го в мероприятиях приняли участие почти 20 тысяч молодых северян. В числе самых громких региональный этап фестиваля «Российская студенческая весна», «Молодежный движ-2023», «Арктический диалог», «Клуб молодых предпринимателей», «День молодежи». Все праздники проведены в рамках стратегического плана «На севере жить». Одно из мероприятий «План на севере жить» – это участие представителей молодежи Мурманской области мероприятия «Хардкластера Таврида». Действительно, это мероприятие очень важное, оно связано с активным развитием и продвижением молодых людей, которые видят себя в развитии искусства, танцев, пения. В сентябре этого года откроют еще шесть новых молодежных пространств в Сопке. Их оборудуют в Заозерске, Гаджиеве, Полярном, Никеле, Заполярном и Мурманске. Таким образом, они появятся практически во всех муниципалитетах региона. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Оксана Демченко. Всего за два года на Кольском Севере обустроили 20 сопок. Помещения разделены на зоны для развития встреч и семинаров. Центры оснащены настольными играми, литературой и техникой для звукозаписи или презентации. Сотрудники полиции постарались привлечь молодое поколение к культуре здорового образа жизни. В рамках Дня физкультурника в школе номер 58 прошла всероссийская акция «Зарядка со стражами порядка». Ребятам показали основные приемы самообороны и напомнили о том, что нужно быть осторожнее не только в оффлайн-мире, но и в интернете. Сначала разминка, потом приемы самообороны. Сотрудники полиции в непривычном для себя амплуа учителей. Они показывают школьникам, как защититься от удара в голову, атаки ножом и нападений за спины. Сотрудники полиции принимают активное участие в жизнеоздоровительных лагерях на территории города Мурманска. Конкретно я закреплен за данным лагерем, каждый день его проверяем, чтобы дети у нас были всегда в безопасности. Полицейские поговорили с ребятами о телефонном мошенничестве и экстремизме. Призвали молодежь быть аккуратнее в социальных сетях, ни в коем случае не передавать личные данные незнакомым людям. Мы со стороны госавтоинспекции хотели бы напомнить детям и взрослым о правилах поведения дорожного движения, о том, что необходимо разговаривать со своими детьми, проводить с ними беседы и изучать элементарные правила поведения на дороге. Акция «Зарядка со стражами порядка» проходит по всей стране. Ее цель – показать роль спорта и здорового образа жизни в воспитании детей и молодежи на примерах спортсменов полицейских. Александра Пескова, Борис Савельев, ТВ21+. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем. К концу года регионы России наделят правом вводить курортный сбор. Такое поручение дал Владимир Путин правительству страны. При реализации учтут опыт регионов, где плата с приезжих уже взымается. Речь о Крыме, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Также Петербурге и федеральной территории Сириус. Туристическим налогом облагаются совершеннолетние гости, которые находятся на территории дольше 24 часов. Суммы не превышают 100 рублей в день. Деньги идут на развитие туристической отрасли и создание комфортных условий для путешественников. За три года число посетителей музеев региона выросло в два с половиной раза. Тимур Давлетшин, исполняющий обязанности министра культуры, отметил наиболее значимые выставочные проекты учреждений в этом году. В их число вошли выставка «Рафаэль-версии» и проекты из собрания Московского мультимедиа-арт-музея, Государственного русского музея из Санкт-Петербурга и Ярославского художественного музея. До конца этого года в областном центре организуют еще три выставки из собрания Третьяковской галереи. Муниципальные учреждения также активно задействованы. Сегодня работают 26 передвижных экспозиций на 35 площадках. В областном краеведческом музее продолжает работу, открывшуюся в мае, выставка «Последние намады Северной Европы», которая представляет саамские коллекции из собрания Российского этнографического музея. В Манчегорске состоялся ежегодный фестиваль искусств «Табуретка». Организаторы подготовили для гостей уличный театр, цирк, кинопремьеры, перформансы и мастер-классы. Подробнее о программе Юлия Барабан. Мечтали быть храбрыми, смелыми, честными. Мечтали о счастье и добрости с ней. Всегда и важно быть людям полезными. Все сильными взрослыми стать поскорей. Писатели, артисты, художники и представители других видов искусства из разных уголков страны встречаются в городе Металлургов уже в седьмой раз. В этом году фестиваль посетило более пяти тысяч человек. Это не фестиваль, который москвичи привезли и сделали для манчегорцев. А здесь очень важно, что это фестиваль местных жителей. Практически все активности сделаны жителями Мурманской области. То есть здесь есть мастерицы местные, музыканты местные. Это все. И наша задача – достать максимум смысл содержания, творческих людей, поддержать их, обучить. То есть, чтобы дальше здесь искусство жило. И чтобы люди, которые здесь что-то делают, им кажется, что они делают что-то маленькое в маленьком городе, чтобы на самом деле вывести это на какой-то федеральный уровень, показать это большему количеству людей. Фестиваль организован фондом «Живая классика» при поддержке компании «Нурникель», «Кольская» и «ГМК». Ежегодно растет масштаб события, количество активностей, участников и зрителей. Крайне важно, чтобы люди, которые живут и работают в наших городах, чтобы им было комфортно, им было уютно, чтобы сюда хотелось приезжать, здесь хотелось жить, хотелось строить планы. По парку были расставлены шатры. В каждом организованы активности по различным направлениям в искусстве. В одном обучали актерскому мастерству, в другом создавали сувениры. Традиционно организовано несколько арт-мастер-классов. Для желающих рисовать на табуретке был подготовлен целый арсенал инструментов – краски, кисти, губки и малярный скотч. Можно создать геометрический какой-то орнамент при помощи малярного скотча, можно нарисовать что-то в свободной технике, что хочется, можно воспользоваться трафаретами. История фестиваля началась, когда в городском парке был установлен арт-объект «Табуретка» как символ первой сцены в жизни каждого человека. И, конечно, рядом с ним в этот день прозвучало много стихов. В ней ребенок не перестал быть еще, многое снов не снится. И вся еда знакома на вкус, и это повод, чтобы разозлиться. Придется собрать свои нервы в копну волос, позже раскинуть на спицы и так вязать без конца, пока она хлопает своими нежными ресницами. И я здесь хочу быть, я хочу ей сниться. И хочу, чтобы, когда я уходила, она пришла со мною проститься. Детство – тема табуретки в этом году. Актеры социальной и театральной лаборатории «Надо поговорить» привезли спектакль «Один» и аудиовизуальный перформанс «Молчание вслух». Они посвящены острым социальным проблемам, с которыми сталкиваются подростки. Это все истории реально существующих людей и в спектакле, и в аудиовизуальном перформансе. И мы, собственно, являемся проводниками как раз. Мы рассказываем больше аудитории о том, что происходит в разных частях, не то что нашей страны, но еще и всего мира. В течение всего дня на главной сцене были розыгрыши призов, музыкальные номера, постановки известных в России театральных коллективов. Среди них уличный театр «Пежо арт-групп» и шоу «Импровизация белые». В выступлении цирка «Мангольфьери» приняли участие манчегорцы, которые две недели обучались в цирковой школе. Сначала смотрели, кто что может, и потом брали отдельно и придумали номера. То есть я брал, там штангу придумывали, там придумывали жонглирование отдельно, потом придумывал батут вместе со всеми, ну, с директором. Вот все по отдельности. Брали детишек и придумали. А потом это все как-то вот так, 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 и сделаем финал такой. В Шатреке на лаборатории многолюдно здесь импровизированный мавзолей. В этом сезоне участники проекта анонсировали сразу две кинопремьеры. А еще ребятам посчастливилось работать на одной съемочной площадке с известными актерами. Это очень ценно, потому что актеры, которые приезжают, они не только снимаются и дают хорошее впечатление зрителям, но и помогают нам что-то понять правильно. То есть дают какие-то уроки. Краткометражный фильм «Манчегорск. Столица России» был снят командой кинолабораторий за две недели до фестиваля. Фильм «Тренер. Это зимой». Он основан на биографической истории легендарного спортсмена Юрия Козлова. Премьеры собрали полный зрительный зал, в их числе и сын Юрия Владимировича Алексея Козлов. Агентство развития Манчегорска, в их лице, конечно же, Норникель, администрация Манчегорска, Кольская компания, Живая классика, люди, которым не все равно. Это правда. И с их помощью воплощаются вот такие проекты. А самое главное – это педагогический момент, когда дают возможность реализовать себя ребятам молодым. И показывают, что их движение достигает результата. И очень серьезно. На этом насыщенная программа фестиваля не закончилась. В городском центре культуры выступили звезды театра и кино Кирилл Плетнев, Сергей Рост и Авангард Леонтьев. Я сегодня, как в детстве своем, с табуретки, я любил выступать и читать стихи. Я сегодня со сцены буду читать свои любимые произведения стихотворные и прозаические. Я вообще за фестивали. Я считаю, что они поддерживают и культурную жизнь города, и классные названия. Это буретка мы сегодня узнали, почему табуретка называется. Вот я не понимал сначала. Здорово. Желаю только развиваться дальше и дальше, побольше приглашать людей. Юлия Барабан, Александр Николаев, ТВ21+, Манчегурск. Еще больше интересных и актуальных новостей вы найдете на сайте www.tv21.ru и на нашем ютуб-канале. Телефон редакции – 400-870. Присылайте ваши новости в Вайбере и Ватсап и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Далее вас ждет прогноз погоды, данные для него предоставил Мурманский гидрометцентр. В Кандалакше около 20 градусов. В Умбии переменная облачность 24 градуса выше нуля. В полярных зорях от 22 до 24 градусов тепла. В Апатитах 24 градуса тепла. В Кировске около 20 градусов. В Кавдоре переменная облачность плюс 24 градуса. В Манчегорске до 24 градусов тепла. В Лавозере дождь 24 градуса. В Оленигорске переменная облачность от плюс 22 до плюс 24. В Никеле, возможно, выйдет солнце плюс 24 градуса. В Заполярном от плюс 22 до плюс 24. В Североморске плюс 24. В Мурманске, возможно, выйдет солнце около 20 градусов тепла. На этом все. С вами была Мария Гусакова. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин